Рома Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Мы вот находимся в вашем выставочном зале и видим сорта кукурузы белорусской селекции. Но хочется отметить, что наша страна относительно недавно занимается этим делом. Много конкурентов на этой почве у белорусов. Но, тем не менее, за все это время был создан уже не один сорт, не один гибрид кукурузы. Только за последние три года пять новых сортов. Да, действительно, селекция кукурузы у нас была начата где-то в середине 90-х годов. Это небольшой отрезок времени, всего лишь 30 лет. А учитывая, если тот момент, что работа над созданием любого сорта длится где-то в среднем 10-12 лет, то есть определенные успехи. Когда мы начинали селекцию кукурузы, были определенные сомнения, потому что кукуруза относится к теплолюбимым культурам. И климат Белоруссии не идеальный. И вот благодаря усилиям за этот 30 лет создано и включено в реестр 15 гибридов кукурузы собственной селекции. В первое время мы акцентировали внимание на создание в основном силостных направлений. Была поставлена задача накормить общественное животноводство зелеными кормами. Мы с 2000-х годов начали создавать гибриды кукурузы в универсальном направлении. И буквально за последние годы у нас создана линейка гибридов направлений Виволен. Последний Виволен 36-20 обеспечивает урожайность 140-160 центов с гектара. Это зерна. 240-250 центов суховища зеленой масли. И они конкурируют с западноевропейским гибридом. Тем не менее и глава государства, и агрария отмечают, что все-таки наши сорта на практике показывают себя менее эффективно, чем импортные. Как вы считаете, в чем мы пока уступаем? Я уже отмечал, что мы начали селекцию 30 лет, а известные фирмы 100-летнюю историю имеют. У них есть определенные кадры, опыты. Но мы создаем материалы. Да, есть пробные гибриды, которые немножко вступают в подзерновую продуктивность. Но тем не менее эти гибриды достойны. Они могут заменить полностью все иностранные гибриды. И я хочу отметить тот факт, что мы ведем и семеноводство. Ежегодно мы производим материнский форум гибридов, где-то порядка 160-180 тонн. Ученые, когда слышат критику в адрес белорусской селекции, говорят о том, что не все аграрии соблюдают технологии. Понятно, что на практике действительно где-то погода вмешалась, где-то удобрения позже закупили. В таком случае какая разница между полевой и лабораторной всхожестью кукурузы? Действительно есть определенные регламенты, которые необходимо удерживать. Регламентируется внесение удобрений, как протравливать сроки сева, нормы высева, какие препараты необходимо применять. И полевая всхожесть даже при нарушении сроков сева и глубины заделки семян может снижаться до 50%. Но даже при нарушении какой-то технологической цепочки импортные семена все равно дают лучшую всхожесть, лучший урожай. Вот почему так? Ну я бы не сказал так, что... Это же даже на последнем совещании с президентом, на последней его командировке аграрии же говорили об этом. В одинакой степени идет снижение урожая. Все же наши сорта, которые рождены здесь, созданы условия Белоруссии, они более адаптированы и к почвам, и к климату, и даже, может быть, и к тем же каким-то незначительным отклонениям от технологических регламентов. Когда оценивают семена кукурузы или гибриды кукурузы, есть такой показатель ФАО. Какие показатели ФАО у наших сортов? По числу ФАО – это скороспелая гибрида, то есть длина витационного периода. Наш сорт в наших условиях ФАО – 180-230. Это оптимальные условия для созревания, для получения зерна, для получения зеленой массы. В этих пределах и импортные гибриды. Всегда считалось, что кукуруза – это южная культура, но синоптики отмечают, что климат в Белоруссии тоже меняется. Как может вот это отразиться на селекции и возделывании кукурузы в нашей стране? Если раньше не рисковали выращивать в северных фотошных регионах Белоруссии кукурузу, она давала недостаточно высокий урожай зеленой массы, то в этом уже изменение климата и то, что наши гибриды, созданные в Белоруссии, они более холодостойкие. И поэтому идет, уже можно получать зерно на Витебской области и Могилевской области. И высевается по зерновой технологии. Там своя технология. То есть даже в этом году 228 тысяч гектаров кукурузы подлежит уборке на зерно. А раньше было около 200. То есть можно сказать, что Витебская область, Могилевская область тоже могут увеличивать и посевы, и урожайность кукурузы, да? Ну, надо тоже относиться к этому осторожно, потому что Витебская область тоже и различается и по климпатическим факторам, и по почвенным условиям. Поэтому все это должно быть в соответствии с разумными пределами. Президент говорит, что нет такой задачи, чтобы всем было на 100% семена белорусской селекции. Мы можем какой-то процент закупать и импортных. По вашему мнению, какая оптимальная формула? 80% своих, 20% импортных. Или оптимальной формулы в этом случае нет? Глава государства указал на то, что необходимо повышать удельный вес сортов белорусской селекции до 80%. Ну, по некоторым культурам у нас это уровень планка достигнут. По зимой ржей, по зимой пшеницы более 90%. Удельный вес сортов, гибридов, белорусской селекции кукурузы растет. Если взять от 2016-го, то удельный вес семян белорусской селекции был 32%. А уже в 2023-м где-то более 50%. То есть через год-два мы можем выйти на тот уровень, который требует глава государства по увеличению удельного веса сортов белорусской селекции до 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова